Головкину нечего доказывать для третьего боя с Канело. Ремерис защитил титул в реванше и одолел Харта на Тоненького. Лемье госпитализирован с обезвоживанием организма, бой с Джонсоном отменен. По словам Сен-Пьера, ему был бы интересен поединок с Хабибом Нурмагомедовым после триумфа Хабиба в бою с Конором Макгрегором. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММИ и футбола, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Том Лёфлер, промоутер Геннадия Головкина, не исключает возможности проведения третьего боя между своим клиентом и мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Трудно сказать, мы со своей стороны верим, что Геннадий дважды побил Канело, если третий поединок состоится, то это будет великолепный бой. И Геннадий хотел бы снова выйти с ним в ринг. Но Трипл-Джи чувствует, что ему нечего доказывать в бою с Конело. Если он победил его два раза, то мы можем двигаться к другим поединкам. Я знаю, что фанаты хотят посмотреть их третью встречу, я говорил об этом с Эриком Гомесом из Голден Бой. Они тоже хотят сделать третий бой. Геннадий ни от кого не отступает. Он один из самых сильных панчеров в мире бокса. Обычно реванши бывают не такими захватывающими, как первые поединки. Но Канело во втором бою дрался более агрессивно, шел вперед. И это сделало поединок более интересным и увлекательным. Я думаю, что третий бой может стать еще более волнующим, чем второй, поделился Том Лёффлер в интервью. Чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберт Ромейрис встретился в реванше с американцем Джесси Хартом. Их первая очная схватка состоялась в сентябре 2017 года и завершилась победой Ромейриса на Тоненького. В реванше все повторилось. Чемпион победил решением большинства судей. Бой ожидаемо прошел все 12 раундов. Вердикт судей – 114-114, 115-113 и 115-113 в пользу Ромейриса. Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе Давид Лемье не сможет принять участие в поединке Стуриана Джонсоном. Во время подготовки к бою у канадского боксера возникли серьезные проблемы со сгонкой веса, его организм получил серьезное обезвоживание, в результате чего врачи приняли решение его госпитализировать. Напомним, что этот поединок должен был пройти в андеркарде боксерского турнира, центральным событием которого станет возвращение на ринг Сауля Альвареса. Его соперником будет Рокки Филдинг. Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер подчеркнул, что он может никогда больше не вернуться в бои. По словам Сен-Пьера, ему был бы интересен поединок с Хабибом Нурмагомедовым после триумфа Хабиба в бою с Конором Макгрегором. Хабиб сказал, что хочет драться со мной до того, как он провел бой с Конором Макгрегором. В тот момент мне это не было интересно, он не был так знаменит. Не одерживал на тот момент крупных побед. Теперь он стал интереснее после того, как побил Макгрегора. Но я не собираюсь сам искать схватки. В UFC понимают, что моя карьера подходит к концу. У меня не так много боев. 1-2, максимум 3, возможно, что их. И вовсе нет. Возможно, я и не вернусь. Все в полном порядке, сказал Жорж Сен-Пьер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok